В этом дворе собираются детвора из нескольких домов улицы Невская. Детская площадка в удобном, но небезопасном месте. Угроза исходит от аварийных деревьев. Родители переживают, что старые тыполя могут обрушиться прямо на качере в любой момент. С управляющей компанией договориться о сносе так и не удалось. На помощь пришла администрация центрального района. После обращения туда жителей дело сдвинулось с мертвой точки. Мы боялись, что и рядом газовая труба, вот из-за этого. Потому что если бы сильные ветра или еще что-то, то было бы ЧП. В этом дворе сегодня спили сразу четыре аварийных дерева. Сразу после этого техника отправится в другие дворы. Всего 39 сухостоев в центральном районе пойдут под снос до конца недели. Засохли деревья на придомовой территории. Люди обращались неоднократно. Выехали, сейчас обрабатываем, четыре дерева будут спилены. Это опасные деревья, которые растут в близости с детской площадкой. И есть большой риск, что они упадут. Под реализацию программы «Малые дела» попала дорога в районе 10-й школы. Ее директор накануне вышел с обращением о ремонте полотна. Во-первых, эстетический вид. Все-таки у нас гостей всегда много приезжает в школу. Она особая казачья направленность у нас. И поэтому здесь тоже, сейчас вы знаете, что у нас будет фестиваль студентов. То есть мы уже 200 человек, мы знаем, делегация будет посещать. И у нас будет в городе Сочи проходить конкурс «Учитель года», который всероссийский. Ямочный ремонт в городе проходит повсеместно. Но первоочередными делами в списке работы администрации района выделила территорию, примыкающую к образовательным учреждениям. Поступали жалобы на эту яму. Улица, в принципе, в нормальном состоянии. Единственное, вот эта ямка была. Сейчас мы ее сделаем. Малые дела – это все-таки не исключение из правил, а скорее более оперативная и точечная работа. Тем не менее, наказ избирателей включается в основную обширную программу действий, а значит, безответными не останется ни одно обращение граждан. Елена Всецвина, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова